Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Вызванный искусственно. Затем телевидение КНДР огласило весть. Успешные испытания водородной бомбы были произведены в 10.00 6.00 января 2016. Они означают выход ядерных сил Северной Кореи на новый уровень. Это событие будет внесено в историю нации. Взрывоваться и одобрение от северокорейских зрителей на площади и перепуганные лица в соседней Южной Корее. Хотя ведущая и сказала, что Пхеньян не намерен использовать новое оружие для агрессии, означать это может совершенно противоположное. Если слова об испытаниях подтвердятся, это станет прямым нарушением резолюции безопасности ООН. Я строго предупреждаю КНДР придерживаться норм и статутов Организации Объединенных Наций. Всполошились все. ООН по инициативе США созывает экстренный совет безопасности. Япония срочно отправила самолеты проверить уровень радиации на границе с Северной Кореей. В Сеуле метеослужба зафиксировала подземные толчки и составила подробную карту места испытания. Вот только не все верят заявлениям. Ряд экспертов поспешили успокоить. Толчки не были достаточно мощными и у Ким Чен Ына что-то пошло не так. Они говорят, что протестировали водородную бомбу, но цифры говорят о другом. Или же водородная стадия испытания прошла не столь успешно, или же проблемы появились на стадии синтеза. Так насколько же страшен северокорейский черт? В ответ на санкции ООН, а принятые они были несколько лет назад, Пхеньян заметно усилил военную активность и работы на ядерных полигонах. Судить об этом могут только по данным разведки, но, похоже, испытания идут полным ходом. А месяц назад Ким Чен Ын лично грозил миру водородной бомбой. В руках у непредсказуемого диктатора термоядерное оружие может оказаться отнюдь не игрушкой. Оксана Кундеренко, подробности, телеканал Интер. Через несколько часов православные и греко-католики Украины будут отмечать один из главных праздников – Рождество Христово. А сегодня предрождественский вечер, сочельник – последний и самый строгий из сорокодневного филипповского поста. Традиционно в этот вечер семьи собираются за праздничным столом. К ужину подаются 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Главное из которых – кутья, вареная пшеница с медом, маком и орехами. На сочельник в украинских церквях проводятся особо торжественные литургии. В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре также проходили праздничное благослужение, которое возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Анофрий. С Рождеством Христовым поздравил украинцев президент. Петр Порошенко пожелал Украине победы, а также перемен к лучшему для всей страны и для каждого украинца. Важаю всем родинного тепла и затяжки, благословенной ряздвяной зерки, смачной куты. Особливо вітаю украинских воинов, которые стоят сегодня на защиту Отчизны. И как Свято-Церква духовно защищает нас с небес, так наше героичное войско бережет нас на земле. И прошу маленького Иисуса великих изменений на краще в нашей Украине. Для всей Украины и для каждого украинца. О том, как празднуют Рождество в Вифлееме, мы расскажем чуть позже. А пока о сочельнике в зоне АТО. Несмотря на напряженную атмосферу, бойцы готовятся к светлому празднику. Наша съемочная группа побывала на участке фронта в районе Бахмутской трассы. Что будет у украинских солдат на рождественском столе, расскажет Геннадий Вивденко. В Рождество украинские воины будут молиться в самых неожиданных, любых приспособленных для этого местах. Например, в этом бывшем командирском блиндаже. Теперь это часовня. Находится часовня прямо на передовой в районе трассы Бахмутка, за которую велись ожесточенные бои больше года. В этот бетонированный блиндаж всегда открыты бронированные двери. Здесь всегда горят свечи. И есть все для молитвы. В рождественский вечер сюда придут бойцы с передовой, не занятые на дежурстве. Еще один важный атрибут – праздничный ужин из 12 блюд. Боевой повар, родом из Западной Украины, но с восточноукраинским позывным «Донбасс». Пока варит на обед макаронный суп. Команда бойцов уже отправилась в город. Праздничное меню будет более разнообразным, как положено. Как и все православные люди, утюг заварим повара, обещали наварить утюг, вареники будут. Ну, по максимуму, что сможем, ты на готовом, чтобы повара на готовый. Макароны будут? Макароны, нет, макароны в будний день вы надоели. На святых хочется чего-то такого особенного. Пока в большой палатке в программе просмотр рождественских комедий, враг от часовни на передовой всего в 800 метрах. Бойцы ожидают, что с минуты на минуту к ним приедет капеллан. Кого приезжает капеллан до нас, роботит право, то все сходятся сюда, все молятся. Геннадий Викденко, Сергей Дубинин. Подробности телеканала Интер из Луганской области. Участников АТО обещают в этом году обеспечить земельными участками в Кривом Роге. Для воинов уже нашли гарантированные законом на делы. И не на окраине, а в престижных районах города. Все подробности расскажут наши корреспонденты. 58-летний Юрий Остопущенко в АТО пошел добровольцем. Служил в 17-й танковой бригаде водителем БТР. В феврале прошлого года получил контузию. Когда оформил статус участника АТО, обратился в мэрию Кривого Рога, чтобы получить свои законные 10 соток. Был готов к бюрократическим проволочкам, но к его удивлению, землю под строительство дома выделили оперативно и недалеко от центра. Здесь же, в микрорайоне Жавтневой, рядом получили участки и его товарищи. Порядка 84 участков по 10 соток. Видите, озеро совсем недалеко от воды. Получала как 17-я танковая, так и 25-я бригада десантная. В 2015-м мэрия Кривого Рога выделила две сотни земельных наделов участникам АТО, в том числе и семьям погибших воинов. В этом году, уверяют, процесс пойдет даже еще быстрее. Резерв земли есть. Уже разрабатывается документация под полторы тысячи участков. И тоже в престижном районе. Вот две площадки, которые мы 68 гектар и 80 гектар. Это под 1600 участков, которые планируются уже к разработке, буквально после праздника, после выходных дней. На получение земельных участков в Кривом Роге подали заявки уже более полутысячи участников АТО. Всем им обещают выделить наделы уже в апреле. Постараемся 100% удовлетворить воинов АТО в пределах нашего города именно участками, выделением участков. Для них все условия, они могли только брать и строиться. Всю техническую документацию, которая практически по всем нашим нормативам должен выполнять сам застройщик, город взял на себя. Юрий Остопущенко этой весной планирует приступить к строительству своего дома. В мэрии пообещали помочь и с прокладкой всех необходимых коммуникаций. Ирина Исаченко, Елена Брынзо, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кривой Рог. Шапки, куртки и носки с начесом. Так киевлянам приходится одеваться, чтобы не замерзнуть в собственных квартирах. Почему не греют батареи, выясняла Елена Митясова. Это колготки, это начесик, это ангорочка, а это шерсть. Семимесячную Милану родители кутают как могут. При этом в квартире сутки напролет на полную мощность работают электрообогреватели. Но в комнатах максимум 17 градусов. Мы умерзнем. Это не дело, потому что у нас тарификация та, которая пришла, ценовые платежи. Вы знаете, я не знаю, за что мы платим. Прошло месяц и семья Гренив за тепло заплатила почти полторы тысячи гривен. И это при том, что и ноябрь, и декабрь были аномально теплыми. Какой счет придет в этот раз, боятся даже представить. Сегодня, говорит Вадим, к ним приходили из ЖЭКа, замерили температуру и проверили герметизацию окон. Отопление действительно не дотягивает до нормы. Но вот получить перерасчет за холод им не светит. Самостоятельно заменили старые батареи. У меня заменены батареи, то я все равно не могу требовать компенсации, потому что сам дурак получается. В ЖЭК не обращалась, а обогревателей проводка в квартире не выдержит. Дома пенсионерка Раиса Ященко в полнозимней экипировке. Так мы, видите, в чем одеты. Но сегодня, говорит женщина, просто температурный праздник. На улице потеплело, и в комнате уже не 13, а 17 градусов. Должно быть хотя бы на табло, хотя бы 23. Это уже более-менее. Не-не-не-не-не-не. Холодно, и всем холодно, всем мерзно. Почему батареи в столичных квартирах холодные, угля нет в котельнях или так экономят, нам ответили в Киевской городадминистрации. Резкое похолодание стало причиной отхиления температуры в квартирах от комфортной, от 18 градусов Цельсия. Термин дан до 12 сентября, для того, чтобы мы за этот период, когда будет потепление, отработали все проблемные моменты. А пока чиновники советуют киевлянам обращаться на горячую линию Киевэнерго, поставщика тепла, приглашать комиссию и требовать перерасчет по тарифу. Елена Митясова, Татьяна Винникова, Даниэль Косаковский, Андрей Костюк. Подробности, телеканал Интер. Ну а тем, кто планирует с комфортом путешествовать по Украине в праздники, стоит учесть, что из-за гололеда на Рождество могут перекрыть дороги в 9 областях. Это Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская области. Украфтодор уверяет, что это необходимо для того, чтобы избежать заторов и чрезвычайных ситуаций. Но окончательное решение пока не принято. Информацию обо всех изменениях разместят на сайте этой госслужбы. Сильные морозы – лучшее время для зимней рыбалки и тревожный сигнал для службы по чрезвычайным ситуациям. Сегодня столичные спасатели провели учения и ознакомили рыбаков с правилами поведения на льду. Подробнее Егор Логинов. С первыми морозами к водоемам устремляются любители зимней рыбалки. Но правила безопасности соблюдают далеко не все. Из-за чего-то случается трагедия. Это из-за неокрепшего льда, из-за самоуверенности и из-за незнания правил поведения на льду. Николай Николаевич – рыбак со стажем. Говорит, лед сейчас подходящий, толщиной до 10 сантиметров. Но лучше не собираться большими группами в одном месте и не подходить к кромке. Проваливался тогда. Один раз товарищ за шкирки помогал вылазить. Лучше не поймать, как говорится, ничего, но не лезть на край. Как помочь горе-рыболовам, знают спасатели. У них на вооружении не только традиционные круги до веревки, но и дроны. Потом за дело берутся медики. Растягиваем одежда, открываем грудную клетину. На основании я ставлю ладошку и начинаем с 30-ти натисканий. Раз, два, три, четыре, пять. Два вдувания. Если мы даем такие напитки, как спиртное, он тоже вызывает спас. Всего в Киеве работает 10 спасательных станций на воде, говорят в городадминистрации. На каждой круглосуточно дежурят по два человека. И в случае экстремальной ситуации, времени у них в обрез. При такой температуре человек может пробыть под водой максимум 5-7 минут. После этого в организме начинаются необратимые процессы в результате переохлаждения. После этого спасти его крайне сложно. Егор Логинов, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. На контрольных пунктах в районе Мариуполя настоящий рождественский ажиотаж. С утра жители оккупированных территорий едут в украинские магазины за продуктами для праздничного стола. Что покупают и все ли успеют домой, расскажет Станислав Кухарчук. Это новый контрольный пункт въезда-выезда в поселки Пищевик. Его открыли буквально перед Новым годом. Отсюда прямой выезд из Мариуполя на Новоазовский Донецк. Огромных очередей нет, наши пограничники справляются. Хотя желающих пересечь линию разграничения на Рождество стало больше. Александр возвращается из Мариуполя домой, в Старобешево. Сейчас этот поселок под контролем боевиков. Родным везет подарки и продукты к рождественскому столу. Говорит, здесь они почти вдвое дешевле. Движение на пунктах пропуска оживленное не только на праздники. Частым явлением тут стали челноки. Они пересекают линию фронта, чтобы скупиться в украинских магазинах. А затем перепродать товар на оккупированной территории. Но больше одного раза в день челноки не ездят. Запрещено. На одну людину можно привозить 50 килограмм. Тобто, большинство по двое, по трое людей вседают в машину и перевозят таким шляхом. Но мы контролируем эту ситуацию. Сколько дров надо на сутки, грубо говоря, наколоть? Полтора куба. Дрова на рождественскую ночь заранее заготавливают спасатели. Они тоже дежурят на пункте пропуска вместе с пограничниками. В связи с морозами здесь оборудовали пункты обогрева. Чай есть. Чаем обеспечены, сахаром тоже. Печенье и продукты питания первой необходимости у нас имеются. Значит, в день мы обогреваем от 15 до 20 человек. В зимнее время пункт пропуска работает до 5 вечера. Иной раз люди просто не успевают пройти проверку и остаются здесь. Похоже, что и рождественская ночь тоже не станет исключением. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер Донецкая область. Смертная казнь за видеоролики. Террористы исламского государства объявили охоту на сирийского режиссера Юсефа Хилали. Чем он так задел боевиков ИГИЛ? Об этом в эксклюзивном интервью с условием, что место, где он сейчас скрывается, останется в тайне. Режиссер рассказал нашему корреспонденту Вениамину Трубачеву. В небе появляется вертолет, сбрасывает бомбу и быстро улетает. Так сирийская армия обстреливает подконтрольные оппозиционерам города. Каждый день десятки погибших и раненых. Режиссер Юсеф Хилали поддерживает оппозицию. Его друга убили за убеждение и он решил бежать из страны. Юсеф снял документальный фильм про родной Алеппо. В городе не осталось ни одного целого здания. В таких ужасных условиях там по-прежнему живут женщины, дети и старики. Я хотел показать, что в городе под бомбежками живут обычные люди. Они ходят в школу, на работу, молятся. Но серьезным кино режиссер не ограничивается. Юсеф снял серию комедийных роликов об исламском государстве. Вот, например, джихадисты стали героями компьютерной игры «Супер Марио». А на этом видео пародия на лидера исламского государства Аль-Багдади. Он закуривает сигарету, выпивает, делает селфи. В общем, все, что сам и запрещает. Музыкальный фон, веселая мелодия. У этих комедийных роликов сотни тысяч просмотров в интернете. Но джихадисты юмора не поняли и объявили охоту на режиссера. Они взяли ислам и извратили нашу религию, превратили в терроризм. Высмеивая их, таким образом я с ними стараюсь бороться. Режиссер говорит, что агенты исламистов повсюду. Поэтому он часто меняет квартиры и города, чтобы его не удалось найти. И он мог продолжить свою работу. Конечно, я надеюсь, что скоро вернусь в Сирию. Что скоро весь этот ужас закончится. Это самая большая мечта Юсефа. Вернуться домой и прогуляться по шумным, но мирным улочкам родного Алеппо. Вениамин Трубачев и Владлен Ноль. Подробности телеканал Интер из Сирии и Турции. И еще один пример троллинга. Очередная порция юмора на грани от скандального Шарлея Бдо. Новый номер приурочили к годовщине теракта в редакции этого издания. Напомню, его жертвами стали 12 человек. А автор нынешней обложки был тогда ранен. Убийца по-прежнему в бегах, огласит подпись к иллюстрации. Ее главный персонаж с автоматом Калашникова, убегая, вытирает окровавленные руки. Карикатура уже вызвала бурную негативную реакцию религиозных организаций всех конфессий. А вот читатели с удовольствием разметают журнал. Спецвыпуск в два раза толще, а цена обычная, 3 евро. География от Кока-Колы. В американской штаб-квартире одного из крупнейших мировых брендов подробностям сообщили. За инцидент с карты России, на которую изобразили Крым, извиняются. Но наши дипломаты требуют большего. Напомню, в своей рекламе в соцсетях Кока-Кола вначале использовала карту Федерации без Крыма. И почему-то без Калининграда и Курил. А через несколько дней, извинившись, все это дорисовала. После чего, окончательно запутавшись, вообще реклама удалила. Детали скандала у наших корреспондентов в Вашингтоне, Москве и Киеве. Здесь, в Вашингтоне, скандал с The Coca-Cola Company вышел на новый уровень. Уровень государственного департамента Соединенных Штатов, куда с официальной жалобой обратилось украинское посольство. Отечественные дипломаты говорят, раз компания американская, значит, не должна действовать в разрез с официальной позиции правительства Соединенных Штатов. А дипломаты также обратились и к вице-президенту самой Кока-Колы за разъяснениями и извинениями. С технической точки зрения они не подпадают под американские санкции. Водночас они соперечивают, как я сказал, взаимосвитовой политике, международному праву и полиции Соединенных Штатов. Реакция украинской громадственности. Ну и сегодня утром я разговаривал с пресс-службой главного офиса Кока-Колы, хед-офиса в Атланте. Там проводят служебное расследование и приносят свои извинения. Говорят, все произошло потому, что местное рекламное агентство, которое ведет страничку Кока-Колы в российской социальной сети, внесло изменения, не спросив ни их одобрения, ни их разрешения. А как эта ситуация выглядит из России, Данил? Да, Дима, действительно, карту России авторство офиса Кока-Колы рисовали дважды. Вначале американская компания изобразила территорию государства без аннексированного Крыма. Правда, кроме украинского полуострова на ней также отсутствовали два региона. Калининградская область и еще часть суши на Дальнем Востоке. Речь о Курильских островах. Возмущенная общественность устроила скандал. Производитель напитков ринулся извиняться. Карту переделали, однако территория Калининградской области, судя вот по этому изображению, вдруг неожиданно произошла по площади украинский полуостров. Дальнейших комментариев в компании-производителе, точнее в его московском офисе, не давали. Пока есть формальный повод, еще несколько дней официальных выходных. Но вот что скажут потом. А в украинском МИДе сегодня говорят, инцидент практически исчерпан. Ошибки исправлены. Спасибо пользователям соцсетей. Крым – это Украина. Мы будем делать все для того, чтобы прикрыть помилки, о которых могут пропускаться, окремные политики, окремные граждане, державы, компании, владельцы суден, авиакомпании, чтобы этих помилок не пропускали. С украинских прилавков напиток не исчез, ну а возле главной елки страны производитель колы расположил целый шатер, куда без конца выстраивается очередь. О бойкоте, кстати, большинство людей и не слышали, мол, праздники. К слову, Кока-Кола не единственная компания, которая приписала Крым России ранее. Этим же грешили некоторые российские навигационные системы и даже британские и французские издания. Такие вот ошибки отслеживают небезразличные украинцы. МИД даже создал специальный проект «Карта Крыма». Так что невнимательным или умышленно невнимательным от ответственности не уйти. Но а пить или не пить колу или заменить ее, к примеру, вузваром, каждый украинец решит сам. Из Украины, США и России Елена Зорина, Дмитрий Анопченко, Даниил Русаков. Подробности телеканал Интер. И снова беспорядки в немецком Кёльне. Сегодня там произошли столкновения между правыми и левыми активистами, которые одновременно вышли на демонстрации. Свои митинги они проводили возле центрального вокзала города. Именно там в новогоднюю ночь случились события, шокирующие Германию. Более тысячи мужчин, выходцев из Северной Африки и арабских стран, разбившись на группы, грабили женщин и приставали к ним в агрессивной форме. В полицию Кёльна уже обратились более сотни пострадавших. Двое из них заявили об изнасиловании. Преступников ищут. Уже есть первые подозреваемые. Сейчас мы проводим расследование в отношении троих человек. Больше никаких подробностей рассказать не могу, так как задержания еще не произошли. Прошу отнестись к этому с пониманием. Полиция Кёльна сейчас должна обработать всю имеющуюся информацию и видеоматериалы. Парад трех королей в Испании и рэп для лучшей успеваемости в школах Атланты. Об этом и не только в нашем обзоре. Христианки против исламистов. В Сирии создали женский православный батальон для борьбы с ИГИЛ в провинции Эль-Хасака. В вооруженном формировании полсотни бойцов. Девушки обучались в специальном лагере. У многих дома остались дети, а мужья воюют на фронте. Это не первый женский батальон в Сирии. Против боевиков ИГИЛ уже сражаются девушки-куртки. Учитель отжег с ученицами в школе американского города Атланта, штат Джорджия. Молодой преподаватель математики исполнил с воспитанницами хип-хоп и выложил видео в интернет. Ролик сразу же стал хитом. Учитель объяснил, что в их школе часто читают рэп на уроках, наряжаются в смешные костюмы всего для того, чтобы детям было интереснее учиться. Американские спасатели вызволили кота, застрявшего в узкой щели между бетонными стенами. Операция по освобождению дворового пушка шла несколько часов с применением долота и кувалды. Спасенного сразу же отвезли в ветеринарную клинику с травмами лап, царапинами и обломанными когтями. Беднягу прозвали Лаки, Счастливчик. После лечения его отправят в приют. Супербабушку и супердедушку выбирали в доме для престарелых в Грузии. В конкурсе талантов участвовали десятки пожилых людей. Исполняли грузинские народные песни, танцевали лизгинку, матросское яблочко и танго. Победители получили по 200 долларов и памятные призы. Мисс Бабушке 83 года, мистеру Дедушке 87. Красочный парад трех королей прошел в Испании. В память о трех волхвах, последовавших за Вифлеемской звездой, чтобы преподнести дары новорожденному Иисусу. По традиции, три короля волшебника проехали по главным улицам Мадрида на больших колесницах со свитой, разбрасывая вокруг конфеты. В Испании этот праздник считается даже важнее Рождества. Именно 6 января местные детишки получают главные подарки. Торжества по случаю православного Рождества в Вифлееме. В город приехал Иосалимский патриарх, а вот паломников мало по вполне понятным причинам. Из Израиля наш корреспондент Сергей Ауслендер. Говорят, Вифлеем не очень изменился за прошедшие века. Все те же неказистые домики на склонах холмов, также гуляет ветер и также стоит храм, на месте которого больше двух тысяч лет назад произошло событие, изменившее человеческую историю. Поэтому Рождество здесь отмечают с особым размахом, как-никак родина праздника. Патриарх Иерусалимский Феофил Третий в плотном кольце священников, прихожан и полицейских в десятый юбилейный раз пересекает прихрамовую площадь. Церковь Рождества, старейший христианский храм планеты, переживший немыслимое количество эпох и событий, также стоит на своем месте, словно олицетворяя собой незыблемость веры. Спаситель родился здесь, так что для нас это не только праздник нашей христианской веры, но и мира. Мира для всех христиан и мусульман, всех, кто живет на этой земле. С миром-то как раз не очень. Вокруг полыхают конфликты. В Сирии уже четвертый год, рекой льется кровь, в самом Израиле теракты чуть не каждый день. Все это популярности святым местам не прибавляет. И хотя Вифлеем по-прежнему самый, пожалуй, спокойный город. В палестинской автономии туристов здесь заметно меньше, чем в прошлом году, а для местных торговцев это просто катастрофа. Едва сводим концы с концами. Настроение совсем не праздничное. Скорее бы все это уже закончилось. Хочется просто работать и кормить семью. Над христианским храмом раздается протяжное пение Муэдзина. Это такой город контрастов. Здесь церкви лепятся к мечетям, католики дружат с мусульманами, протестанты с православными. В Вифлееме каждый третий верит в Иисуса Христа так, что новогодние праздники тут дело серьезное. Можно даже купить спиртное, что совершенно немыслимо в других городах автономии. Как бы странно это ни звучало, но христианам на святой земле живется, увы, не сладко. Из-за отношения к ним, из-за той раскаленной обстановки, которая сложилась вокруг. Рождество 16-го года они встречают, ну если не с оптимизмом, то по крайней мере с надеждой. Надеждой на то, что когда-нибудь на этой многострадальной земле все же наступит мир. Сергей Услендер, подробности телеканал Интер, Израиль. Мира глобального и внутрисемейного в этот рождественский вечер желает вам редакция подробностей. Христос рождается. Славим Иоанн. Редактор субтитров А.Семкин